Всем доброе утро! Рыжик, поздоровайся. Рыжику, как всегда, пофиг. Никита, доброе утро! Доброе утро вам! Что ты хочешь? Что? Что? Нет у меня, это у Никиты фарш. Никита будет... Ну да, рассказывай, что ты... Да! Доброе утро, я говорю. Мы сейчас будем готовить... Подожди, это непонятная штука. Продолжай. Доброе утро, мы сейчас будем готовить бургеры на завтрак. Сделаем все... Сколько там, 4 штуки надо? Нет, 4 котлеты сделаем. Да, 2 заморозим, а 2 пожарим себе, да? Да, потому что, возможно, мама захочет, с Димой, а вдруг Костя захочет, короче. Угу. Сделаем сейчас все, а съедим 2 на завтрак. На завтрак бургеры. Вот такие пироги, вот такие дела, блин. Да, вот у нас тут есть булочки, я сейчас буду их разрезать, резать, помидорчик, лучок, да, будем добавлять лук. Конечно. Лук, не, лук надо просто этот. Что? Обжарить или сырой? А, я думал, ты хочешь мясо, лук. Не, лук просто, да. Вот. Можно, кстати, обжарить. Он вкусный, жарен, лук. Угу, можно. Короче, подумаем, как это сделать. Никита будет заниматься фаршем, я сейчас все нарежу. Поставлю чайник. У нас сегодня воскресенье, вообще прекраснейшая погода, на улице очень тепло, очень классно. О, там кто-то вышел. Дай за с ним. Тетка какая-то, или это мужик? Тут в Европе не поймешь. Вон там. Ой, еще кто-то. Две тетки. Вот круто иметь такой балкончик, прикинь. Ну, не знаю, или можно шашлыки жарить, или им нельзя. Ну, блин, вообще классно. Ну, даже если нельзя, как это будет. Да, смотрите, как много белых цветочков. Сирень. Еще какое-то белое дерево. И рыжик за мухой гоняется. Рыжик, выше она была. Разве что завистливые соседи нажалуются. Ну, там будут все время нюхать запах шашлыков. Ну, да. Ладно, все, приступаем к готовке. И вот, что у нас получилось. Короче, я с этим налажала, не ту сторону и собрала. То есть табулачка была снизу, поэтому сверху здесь лисье салаты. Должно было быть вот так, типа лисье салаты, потом помидорка, сырок. Там есть еще лучок, котлетка и булочка. Никита делает чай, а мы садимся кушать, так что всем приятного аппетита. Ребята, столько всего произошло. Короче, мы ездили с вот чем, катались по городу, но не на Параковке, как в прошлый раз с Кристиной и вчера. А просто ездили по городу, ну, нормально попытались там, ну, практиковаться, короче, мне надо просто и все, чтобы набивать руку в езде. И будет все хорошо. Идет, кстати, по польскому каналу «Русский фильм». Я, честно говоря, не помню, как он называется. Знаю, что он вроде как... Знаю, что многие его смотрели. Не знаю, как он хороший. Нет, какой Чернобыль. Про инопланетян, короче, как они там нападали на этих пацанов-одоровых. Я не знаю, не смотрел. А еще Косте напечатали разукрашку. И я ее разукрасил. У меня целый день... Ну, как, сначала Никитиной маме помогла сделать презентацию. Мы ее сделали. Потом я села писать диплом, написала, и теперь я делаю презентацию. Короче, вот так. Презентацию нужно на вторник, и я ее делаю вместе с Ритой, и поэтому я сейчас часть делаю. Вышлю я и скажу, что если он хочет, пусть что-нибудь добавит, там, поубирает, не знаю. И все. По поводу, кстати, вчерашней вставочки, где наш, я так немножко косовато, Базлайтер ходил сквозь дверь. Костя был в шоке. Он поверил, и ходит всем рассказывать, что Базлайтер ночью подал. Ты ломаешь Никита, дедушину. Но он не испугался, он наоборот. Типа такой, он живет, ой, они ходят. Да, пойдет в садик, начнет, чем говорит, что живет. И говорит, что Никита на камеру заснял, говорит, как он ходит. Там так кривенько на самом деле. Ну, у ребенка это не замечательно. Ну, ему что-то, да, ему нормально. Ему как будто так и должно быть. Ой, я перегинар, пойду сейчас в Тейсканг поиграю. Разбудили Рыжика. Недавно. Что там, нормально тебе Рыжик? Пришли на кухню, сейчас будем пить чай. Пить чай, кушать. Бутерброд из колбасовой. Да, с сыром и помидоркой. И микроволновкой. И чай. Белиссимо. Так надо ставить чайник. Правильно? Да, я играю в Дейсганг. И там стало так интересно. Очень капец. Примерно со вчерашнего дня я там дошел до одного сюжетного момента. И после него вообще не отпускают. Интересно, интересно. Мы поужинали бутерброды с чаем, накормили Рыжика колбасой. Он так просил, я не знаю, как ему можно не дать колбасу. Он просто стоял, подходил ко мне, клал лапки на ногу и вот так. И все время стоял так, короче, я там пару раз скинул колбаски. Он сейчас залез на стол и его облизывает. Так ему понравилась эта колбаска. Ой, что? Сейчас будем потихоньку уже закругляться, да? Монтировать влог. Я в конфетки сыграю. Красиво в конфеты поиграет. А я играю дальше в Дейсганг. Продолжаю. Сейчас очень интересно стало играть. Тут в Дейсгане реально такая просадка по сюжету в начале игры. Ну как в начале. То есть в начале интересно. Первые часов 5. Потом часов, тоже часов на 5-8. Такая просадка в сюжете. Очень капитальная. И вот сейчас опять интересно началось. Может даже больше, чем на 5-8 просадка. Ну не удивляйтесь, такие цифры, да? Я говорю, типа там 5 часов интересно, 8 неинтересно. Тут как бы игра часов на 50, наверное. Ну потому что я слышал от обзорщиков там и о том, что писали, что это достаточно длинная игра. Это, наверное, хорошо. Но вот эта просадка по сюжету неинтересно, она как бы немножко напрягала. А сейчас вообще прям, прям бодро, прям аж я себе оставил в игре оценку. После этого вот просто оценка в игре была вот так. Потом вот так. И сейчас вот так вот подскочила и держится на этом уровне. Короче, вообще прям топчик-топчик. Интересно-интересно. Что? Надо пойти, наверное, перед тем, как растеримся. Костик у базовайтера куда-нибудь приставить? Ну, кажется, всем в сети, ребята, его убить. Чего убить? Ну, ладно. Где-нибудь... У него же там ручка вот такая, можно как-нибудь его подвесить, да? За... У него там такая... Турничок, держатель для вещей. Да, можно его подвесить на эту хереньку пробовать. Мы что-нибудь придумаем такое. И что мы сейчас будем делать? Будем смотреть Наруто, уложиться, спать. Ну, сейчас мы еще в компетсе поиграем. Ну, да-да. Ладно, но все равно уже с вами пора прощаться. Потому что, в принципе, ничего мы уже интересного делать не будем. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии. У нас скоро 500 подписчиков, так что давайте быстрее набегаем, набегаем, собираем народ. У нас за дня 3 за 500 идет 2-3 дня. А сейчас сколько? 94? Да. 494? Ну да, за дня 2, я думаю, получится набрать. Хоть бы не сгласть. Да, но лучше сходят вниз. В общем, всем до скорой встречи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok